Памятный знак «Первая скважина» вручили сегодня компании «Роснефть Пурнефтегаз». Торжественное мероприятие прошло в рамках регионального проекта «Моя профессия – геолог» и приурочено к профессиональному празднику геологов, который в этом году отмечается в 50-й раз. Генеральный директор компании Денис Кудяков получил памятный знак из рук первого заместителя губернатора округа Алексея Ситникова. В торжественной церемонии принимали участие глава Губкинского Сергей Бурдыгин, заместитель председателя Законодательного собрания Ямала Виктор Казарин, а также сотрудники компании «Роснефть Пурнефтегаз» и депутаты городской думы. В приветственном слове Алексей Ситников подчеркнул значимость вклада геолого-разведочной отрасли в экономическое развитие региона. «Не было бы большого ямальского газа, если бы в свое время сюда не ступила много геолога и не открыли бы эти уникальные, по сути, месторождения, благодаря чему сегодня наша малая родина называется газовой плодовой России. Больше того, и сегодня продолжаю работать на полуострове Ямал, на Гаданском полуострове, открываю для нас новое уже месторождение, и выходит на арктические рубежи, российскую Арктику осваиваю. Поэтому проект для нас очень важный». Памятный знак будет установлен на первой разведочной скважине Северного купола Харампурского нефтегазоконденсатного месторождения. Сегодня месторождение – это более 900 скважин. «Для нас это очень важная награда, потому что в этом году наше предприятие совместно с нашим городом празднует десятилетие. И нам подчеркивают, что на текущий момент и округ, и предприятие ТЭКа не движутся вместе. На самом деле, со своей стороны, соберу геологическую службу, передам слова Алексея Викторовича. Ну и в ближайшее время постараемся этот памятный знак, чтобы он нашел, как говорили, старый слог своего героя, разместить на той скважине, которая здесь указана». По окончании торжественного мероприятия рабочая группа в составе руководителей департаментов капитального строительства, дорожного хозяйства, природоресурсного регулирования, а также фонда жилищного строительства и дирекции дорожного хозяйства провела два рабочих совещания. Говорили о строительстве в Губкинском социально значимых объектов, а также о подготовке к пожароопасному периоду.